Книга «Открытым оком», 2 том, тема «Работа», вопрос 798. «На какой работе сейчас грех работать?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Обычно православные, работающие на дачах, по хозяйству в воскресенье и праздничные дни знают, что будто бы в Евангелии написано, что в работе греха нет. Число 15-32. Когда сыны Израилева были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедшие его собирающим дрова. В день субботы к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею, «Должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана» и вывело его все общество вон из стана. «И побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею». Так точно и о характере работы. Запрещается всякая работа, которая приносит зло, совершение греха, принесение ущерба здоровью и душе. Это абортарии, где совершается убиение младенцев в очреве матери, налоговая инспекция, которая навязывает ИНН. Изготовители крепких напитков Исайя 5.22 Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. Изготовление ядов, взрывчатки, оружия, верующие ни в чем подобном не должны быть замешаны. Матфея 7.12 И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Деяние 15.20 А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другого того, чего они хотят себе. Нельзя работать в колбасном цехе, где употребляется мясо скотины, из которой не выпущена кровь, и приготовляются продукты с содержанием крови, пантокрины, гематогены, кровавые колбасы и так далее. Проще сказать, опять же, возвращаемся к тому же, нужно знать Библию и согласно Слово Божие и поступать. Библию